И еще раз добрый день! На связи с вами друзья Ольга Барабанова. И сегодня мы с вами пообщаемся на одну из жизненно важнейших тем. Это как же наладить взаимоотношения со своим близким человеком или с несколькими людьми, может быть с целым семейством. Что же делать? Потому что казалось бы, что общение с близкими, общение с близким родным человеком должно быть намного проще, чем с другими людьми. Но, как показывает наша жизненная практика, часто бывает, что как раз когда мы общаемся, когда дело доходит до выяснения определенных отношений с нашими и близкими людьми, то как раз оказывается все не так уж просто и легко. Поэтому у меня и возникла идея записи прямого эфира в рамках моей рубрики «Гармония духовного и материального» и поговорить как раз о семейных отношениях. То есть, как нам прийти к согласию, что мы с вами можем сделать и ничего ожидать от, так сказать, второй половинки. Хотя мой эфир будет посвящен не только взаимоотношениям между супругами. Возможно, и с другими родственниками у вас тоже возникают вопросы, которые хотелось бы решить. Поэтому, если у вас наблюдается в вашем поле зрения человек, с которым вы хотели бы наладить отношения, то этот эфир для вас. Если вам кажется, что, в принципе, у вас все в порядке, что нет никаких родственников, не возникают такие ситуации, которые, казалось бы, не так уж просто разрешимы, то, в принципе, этот эфир не для вас и можно его не смотреть в таком случае. Вот, поэтому, если вдруг вам тема интересна, то ставьте лайк, ставьте плюсик. Привет-привет! Ставьте плюсик, если у вас возникают периодически такие вопросы, и вы думаете, как же мне улучшить отношения с моим близким человеком. Вот, друзья, кто также будет смотреть видео в записи... Это мне намек на улыбку, да, Игорь? Кто будет смотреть, друзья, этот эфир в записи, также, пожалуйста, напишите в комментарии, есть ли у вас хотя бы один, хотя бы один родственник, с которым вы хотели бы улучшить отношения. Это не значит, что отношений, в принципе, нет, они плохие, разрушены и все такое. А может быть, у вас сейчас все хорошо, но хотелось бы еще лучше. Вот, если есть у вас такая потребность, то напишите, пожалуйста, плюсик, или если у вас позволяет время и желание, то напишите, что да, есть у меня такое, и я хотел бы наладить с ним отношения. Вот, и таким образом мы с вами, тот, кто сейчас вот честно признается, тот, кто честно признался, уже может быть, вот, да, у нас есть уже первые смельчаки, которые поставили плюсик, то вот в этот самый момент, когда вы поставили этот плюсик, вы выполнили уже первый, вы сделали, так сказать, первый шаг. Первый шаг заключается в том, чтобы признать, что проблема есть. Потому что очень многие люди, как и во взаимоотношениях с близкими людьми, так и в разных других направлениях, думают, что, в принципе, все в порядке. И если проблему игнорировать, ну, как больной зуб, да, пока ты его, пока он у тебя не сильно болит, пока у тебя прям уже слезы не текут, и вся челюсть не напухает, некоторые люди к врачу не идут, а некоторые ходят стабильно на профосмотр и устраняют проблему, так сказать, когда она только-только начинает зарождаться. Так вот, первое, с чего нужно начать, это как раз того, чтобы признать и определить, где же, с кем бы хотелось наладить отношения, либо, если вы и так это знаете, это уже хорошо. То есть мы с вами определили, что есть, есть кандидат. И теперь смотрите, что мы с этим можем сделать. Давайте с вами вместе поразмышляем. Вот есть вы и есть этот второй человек. Неважно, да, это муж-жена или это кто-то из других родственников. И как вы думаете, кто может повлиять на разрешение вашей ситуации? То есть есть он, есть вы, и кто может способствовать решению этого вопроса? Напишите, пожалуйста, в комментарии, кто это. Это может быть кто-то из ваших соседей, это может быть кто-то из ваших родственников, это может быть, может быть, это вы, может быть, это этот человек, с которым вы хотите наладить отношения. Как вы думаете, кто может повлиять на разрешение, на то, чтобы ваши отношения начали налаживаться? Напишите, пожалуйста, в комментарии, я немножко подожду. И, как всегда, так как делюсь своим опытом и есть чем поделиться, то я, конечно, поделюсь и моим мнением, что я думаю по этому поводу. Чаще всего, как у нас происходит? Чаще всего у нас люди где ищут решение проблемы? Где-то в стороне, да? То есть не я, как бы крайне, моя хата с кровью, я ничего не знаю. А чаще всего люди ждут вот этого решения от противоположной стороны. То есть тот человек, с которым вы хотите наладить отношения, вы думаете, ну вот пусть он и налаживает. Я-то как бы знаю, что я такой молодец, белый, пушистый, святой, делаю все правильно. А он вот такой вот. И, следовательно, от него и ожидается первый шаг. Но на самом деле, ну то есть мне вот еще нравится пример, когда визуально это очень можно пронаблюдать. Вот возьмите сейчас свой кулак. И каким пальцем мы обычно на кого-то показываем? Как вы думаете, каким? Мизинцем, да? Нет, не мизинцем. Обычно мы, когда указываем на кого-то, мы указываем, ну, соответственно, указательным пальцем. Вот давайте мы сейчас с вами попробуем именно так и сделать. Представьте сейчас перед собой человека, с которым вы решили наладить отношения. Возьмите всю свою волю в кулак и со всей своей волей укажите этим указательным пальцем на него. Он же виноват в той ситуации, которая у нас сложилась. Но теперь внимательно посмотрите на свой кулак и обратите внимание на вот эти вот три пальца, которые остались. Вот эти три пальца, куда они указывают? То есть мы обращаем внимание на один палец, указываем на кого-то, но в то же время три пальца у нас указывают на себя. Поэтому второе, что требует нашего внимания, это всё-таки, как бы это ни тяжело было, как бы это ни сложно, ни больно и неприятно, это всё-таки, если вы хотите, действительно, если вы уже признали, что есть вопрос, есть человек, либо несколько человек, с которыми хотелось бы наладить отношения, то с этим, пока вы будете показывать пальцем на него, эта ситуация не разрешится. Но если вы обратите внимание и зададитесь вопросом, как раз, что вы можете сделать в этой ситуации, таким образом вы уже продвинетесь действительно, то есть это будет показатель того, что вы не просто на словах хотите решить эту ситуацию, а вы уже и близки к тому, чтобы начать именно действовать в этом направлении. Поэтому, как всегда, никуда не убежишь. Если мы хотим решения, то, соответственно, мы обращаемся, именно смотрим на себя. Теперь, когда мы обращаем внимание и общаемся с человеком, нужно задаться, каким вопросом. Когда у нас возникает, допустим, конфликтная ситуация или, ну вот, та ситуация, с которой вы не согласны, нужно в этот момент себя, ну, либо эта ситуация может быть, да, затянувшаяся, то есть это может быть не конкретный разговор, но вы чувствуете, что отношения у вас какие-то поднатянувшиеся, да, так сказать, то давайте посмотрим, кому в этот момент, или в принципе, кому вы желаете счастья. Есть несколько вариантов. То есть во взаимоотношениях обычно участвует несколько человек. Ну, как минимум их двое, да, это вы и это второй человек. Вот, ну, если вы разбираете ситуацию с несколькими людьми, значит, несколько человек. Кому в этой ситуации вы желаете счастья? У нас есть... Напишите, пожалуйста, в комментарии, кто смотрит записи. Друзья, я вас тоже попрошу участвовать активно, если вы хотите действительно получить пользу от того времени, которое вы сейчас инвестируете в просмотр этого эфира, и действительно, чтобы у вас что-то изменилось во взаимоотношениях, чтобы вас лучше понимали, чтобы вы, наконец, поняли, чего он хочет, чтобы он понял, чего вы хотите, или она, то участвуйте, пожалуйста, также пишите комментарии. Смотрите, кому мы желаем счастья? В первую очередь есть, ну, самые банальные два варианта, да? Первое — это большинство людей у нас кто? Большинство людей у нас, конечно же, в первую очередь думают о себе. И так вот, чтобы никого не обидеть, но это такая вот эгоистическая позиция. То есть, когда нас что-то не устраивает, мы в первую очередь думаем, какой он нехороший, а я такой хороший, и, ну, соответственно, в этой ситуации мы перетягиваем одеяло, так сказать, на себя. То есть, мы хотим, чтобы у нас всё было хорошо. Это первая позиция. Вторая какая возможная позиция? Есть категория людей, которые во, как сказать, во вред себе, во вред себе. Они думают, в общем, себе плохо, а второй половинке, да, второму своему собеседнику, родственнику, они делают всё только для счастья, для этого человека. То есть, сам остаётся несчастный, а оппонент, так сказать, любимый наш родственник, муж, жена, сестра и так далее, она, как бы, остаётся счастливой. Ну, как вы думаете, правильно ли такой тоже подход в жизни? Первая ситуация, когда ты с эгоистичной позиции делаешь только, чтобы ты был счастливый, и всем, ну, как бы, остальным, как получится, да? Либо другая крайность, когда ты приносишь себя в жертву, а другой человек, он, ну, он получается счастливый. То есть, ты делаешь всё только ради него. Как вы думаете, такая ситуация, какая из этих ситуаций более правильная? Как вы думаете? Нужно, чтобы кто был счастливый? Чтобы он был счастливый, или чтобы вы были счастливы? Конечно же, конечно же, нужно, чтобы оба человека были счастливыми. Но возникает вопрос, как, если нет, если нет вот этого взаимопонимания? Я как раз в течение этого эфира поделюсь несколькими убеждениями, фразами, наверное, которые, на первый взгляд, они очень элементарны, но многие люди, ну, по незнанию, действительно, как бы, кажется, что оно элементарно, но мы не применяем, в общем, такие вот банальные знания. Когда возникает конфликтная ситуация, «Ты в этот момент хочешь быть правым или счастливым?» Друзья, запишите себе вот эту фразу и подумайте в отношении вот того человека, с которым у вас есть более-менее такие натянутые отношения, вы хотите быть правым или счастливым? И задавайте этот вопрос всегда. То есть иногда можно согласиться с человеком, зная, что ему от этого, ну, ему это принесёт удовольствие, но при этом, если вы будете доказывать свою позицию очень жёстко, вы потратите свои нервы, человек останется неудовлетворённым, все несчастные, обычно, да, в споре никакая истина не рождается, и мы не приходим к этому взаимопониманию. Вот, это одно из таких вот прекрасных наблюдений, которое, честно вам скажу, упростило во многом мою жизнь и сделало её счастливым, счастливой. Вот. И второе, значит, по комментариям посмотрим, я должен быть счастливым, и противоположная сторона тоже. Вот. То есть мы должны быть счастливыми оба. Ну, как сделать, если этого взаимопонимания нет? Дубль второй. Если, как бы, ситуация не налаживается при помощи соглашения, да, если всё равно не приходит, то, друзья, нужно разговаривать. Очень помогает, когда вы отвечаете человеку и при этом говорите ему, что его счастье для вас важно. Вот, понимаете, мы живём в эпоху интернета, где мы легко копируем какие-то сообщения, где мы выставляем какие-то фотографии, картинки с мудрыми фразами, но, общаясь со своими близкими людьми, мы, ну, игнорируем такие банальные фразы, как сказать человеку просто, что ты его любишь, что для тебя важно действительно его мнение, что для тебя важно, чтобы он был счастливым, но при этом и озвучить своё, то, что и вы хотите быть счастливым, понимаете? То есть обычно, как в чём проблема внутри семейных отношений? В том, что идёт, знаете, вместо того, чтобы семья была нашей крепостью, она превращается в такое поле боя, в котором постоянно происходят какие-то перепалки, и кто-то что-то от кого-то требует, как, да, на войне, и кто-то на кого-то постоянно нападает. Но если обе стороны будут заинтересованы в том, чтобы эта сторона была счастлива и эта была счастлива, то есть они оба будут заинтересованы в взаимотоком вот счастье, как вы думаете, будет ли толк от таких взаимоотношений? Будет ли, ну, продвинемся мы действительно к взаимопониманию? Вот я вам могу сказать, напишите, пожалуйста, ваше мнение, я вам могу точно сказать, что таким образом можно прийти к улучшению взаимопонимания, действительно, к развитию отношений. То есть, когда вы, когда ваша точка зрения отличается от противоположной, вы можете сказать, что вы уважаете, искренне, понимаете, то есть это нужно действительно уважать, нужно действительно ценить, и нужно озвучивать то, что у вас внутри, потому что, когда мы общаемся с человеком, мы хотим, чтобы он догадался, вроде бы это и так понятно, что вы его любите, но очень многим людям не хватает как раз вот этого озвучивания. И я вас хочу попросить пройти вот эту практику. Вот попробуйте, мы практически каждый день, когда мы общаемся с нашими близкими, наши мнения иногда расходятся в чём-то не такие глобальных каких-то вопросах, может быть, каких-то маленьких, но попробуйте добавить к тому, к просто ответу и высказыванию своей точки зрения, добавить ещё, что вы желаете этому человеку счастья, но при этом у вас есть своя точка зрения, или вы цените мнение этого человека, вы цените его заботу, но добавить, что у вас есть ещё и своя точка зрения. И вы увидите, насколько вот этот человек поймёт, что вы его цените. И вот эта конфликтная ситуация, которая могла бы зародиться, да, очень часто, когда мы просто доказываем друг другу мнение своё, ну, появляется какое-то определённое нарастание конфликта. Если мы говорим, что мы ценим противоположную точку зрения, что мы желаем счастья, что мы любим, уважаем, то, что действительно у вас копится внутри, накоплено, да, по отношению к этому человеку, если вы это озвучиваете, понаблюдайте. Так вот у меня просьба, пройдите, пожалуйста, вот эту практику, и при таком вот мельчайшем, да, таком несогласии, скажите человеку, что вы о нём думаете, помимо того, что вы с ним не согласны. И напишите, пожалуйста, в комментариях, что у вас из этого получилось. Можно в личку, можно в комментарии, потому что мне действительно интересно, чтобы вы прошли, самостоятельно пронаблюдали и сказали, что у вас из этого получилось. Может, у вас отношения ещё хуже станут, но я на 99,9% я уверена, что такого не будет. Ну, всё-таки хотелось бы получить от вас искреннюю, настоящую, такую обратную связь. Теперь эфир у меня уже идёт, наверное, минут 15. Скорее всего, я его буду сейчас уже завершать. Но перед этим, знаете, ещё хотела поделиться с вами несколькими важными такими моими наблюдениями и моей реально практической, ну, как практикой из жизни. Очень часто мы ожидаем от человека того, что он догадается, что для нас хорошо. И очень часто как раз в семейных взаимоотношениях он ожидает, что она поймёт или она ожидает, что когда же он сделает то, чего хотелось бы, по моей практике по моей практике и по наблюдениям за людьми, которые действительно идут на развитие в отношениях, то как раз пока вы будете молчать, ничего в жизни не будет происходить. Как только вы начнёте озвучивать, что у вас находится внутри и что вы чувствуете не просто по отношению к человеку, а когда он что-то говорит в вашу сторону, когда он что-то делает, ну, что-то делает, да, как-то поступает, если вам в этот момент комфортно и приятно, скажите об этом человеку. Вот очень много в семье страдают от вот этой недосказанности, что вроде бы и так всё понятно, но если тебе приятно, скажи об этом. Если тебе неприятно, больно, как-то дискомфортно, об этом тоже нужно сказать, но не с претензией. Нужно сказать, что это так есть и попросить человека так не делать. Вот казалось бы, что это настолько банально и просто, и легко, но мы этого не делаем и наблюдаем, как у нас копятся состояния обиды, недосказанности, и из этого состояния мы завтра идём и начинаем сеять вот эту обиду вовне, да, во внешний наш мир. А то, что сеем, то мы, соответственно, и пожинаем. И вот так вот у нас увеличивается вот этот вот снежный ком. То есть пока вы копите всё внутри, пока вы не говорите человеку о том, что, какую эмоцию он вам причиняет, какое ощущение от общения с ним, вот это и будет у вас накапливаться. Иногда люди думают, что и так понятно, но и думают, опять же, что виноват тот, кто, как бы, вторая половинка, да, второй человек, второй наш оппонент, он как бы виноват. Но на самом деле от вот этой недосказанности я вижу, ну и видела, и вижу, продолжаю, к сожалению, как многие, ну и семейные пары, у них отношения всё ухудшаются. Почему? Потому что, ну вот смотрите, когда вы ходите в, допустим, тренажёрный зал, вы сначала берёте маленькую нагрузку, потом эта нагрузка постоянно увеличивается, увеличивается и увеличивается. То же самое и человек, когда он, ну давайте на понятном примере, когда семейный, девушка с парнем, они начинают встречаться, у них есть определённая грань, да, они там вежливо общаются, всё у них там хорошо-хорошо, потом по мере того, как отношения либо развиваются, либо останавливаются на определённом периоде, кто-то из них начинает позволять повышать друг на друга голос. И если второй в этот момент не остановит вот этот, ну вот эту границу не остановит на этом, что давай мы с тобой договоримся, что мы не будем повышать, ты не будешь на меня повышать голос, то вот эта граница повышения голоса, она чуть позже переходит, к сожалению, на не то, что повышение голоса, а на, ну на грубые слова, допустим, так, да. Если второй опять же принимает вот это, что с ним позволительно так разговаривать, вот эти не особо такие слова, они со временем переходят в действительно серьёзные оскорбления. Если не останавливаются вот эти оскорбления, дальше переходит, вы уже сами можете представить, что происходит, а что происходит дальше. Вот поэтому я бы вам, ну то есть очень искренне хотела посоветовать, что как только вы видите, что человек переходит определённую грань в ваших отношениях, да, это нужно сразу же останавливать, потому что человек поступает с вами так, и это, кстати, не только в семейных отношениях, это во всех отношениях, и на работе, и с друзьями, и везде. Человек поступает с вами так, как вы позволяете ему с вами поступать. Поэтому, если вам некомфортно, и вы это оставляете внутри себя, вы, ну как бы, съедаете, да, вы накапливаете эти обиды, эти злости, человек продолжает в том же духе увеличивать, пока вы это не остановите, вы, соответственно, своё внутреннее состояние завтра выливаете наружу, и привлекаете потом то же самое обратное. Вот, это очень такое важное, я вам искренне рекомендую, советую, потому что я желаю вам всем счастья, чтобы отношения у вас действительно были гармоничными, чтобы каждый из, и внутри семьи, в такой вот, там, где муж, жена, и там, где целые большие семьи, чтобы была гармония, нужно быть искренним, нужно озвучивать, что вы чувствуете по отношению к человеку, и что вы чувствуете именно лично вы, когда вы общаетесь с этим человеком. Если что-то не устраивает, нужно договариваться, чтобы такого не происходило. И на предыдущем моем эфире мы с вами договаривались о том, что вы понаблюдаете как раз за своими внутренними состояниями. То есть, это как раз вот эти состояния, о которых мы только что поговорили, что вы уже накопили на сегодняшний момент. Возможно, кто-то скажет, что это абсолютно гармония, счастье, радость, и каждый день вы просто кайфуете от жизни. Возможно, кто-то у себя пронаблюдал постоянный комок в горле. Возможно, кто-то пронаблюдал... Ну, постоянный комок в горле это накопленные обиды, это то, что вы как раз не высказали кому-то. Где-то, может быть, хотелось повысить голос, но вы себя сдержали и накопили, насобирали этого состояния. Может быть, кто-то пронаблюдал у себя периодически состояние агрессии, то есть тоже, которое накоплено. Может быть, конечно, вы сейчас не пронаблюдали такого. Я вам, если вы пропустили мой предыдущий эфир, я вам его советую посмотреть и проработать свои внутренние состояния. Если вы и после моего первого эфира выполнили практику и всё равно ничего не нашли, и, в общем, вам кажется, что у вас всё в порядке. Смотрите, друзья, я вам могу дать такой совет, чтобы всё-таки понять, почему мы копаем, почему мы копаем и заглядываем внутрь себя. Копают только те, кто хочет в жизни перемен в лучшую сторону. Если вас всё устраивает, можно не копать. Если всё хорошо во всех направлениях, вы счастливы, все вокруг счастливы, денег хватает, здоровье прекрасное, путешествуете, зарабатываете, общение, со всеми, всё идеально, можно не копать. Если вдруг что-то хочется улучшить, нужно копать. Берём лопату и раскапываем свои внутренние состояния, потому что сегодня уже много раз об этом я вскользь говорила, да, то, что накопили, то мы во внешний и выливаем. Что выливаем, что сеем, то и назад и принимаем. Поэтому нужно раскопать, что же мы там всё-таки сеем. так вот, если вы не можете сейчас, копаете, копаете, наблюдаете так поверхностно и вроде бы всё в порядке, тогда вам, ну можно сказать, вспомогательная техника, хотя на самом деле она, я её использую как основную, это отслеживание своих состояний на физическом уровне. то есть то, что вам нужно сделать, это наблюдать за собой не в эмоциональном, не эмоциональное такое наблюдение, а вы садитесь, расслабляетесь, выключаете все источники, которые вас могут раздражать, отвлекать и так далее и фокусируетесь на своё физическое состояние. То есть в расслабленном состоянии садимся, закрываем глазки и минут на пять просто отслеживаем, чувствуем, начинаем чувствовать своё тело. Что обычно люди в первую очередь чувствуют? Мы чувствуем голову. Бывает, что ничего не чувствуют, главное продолжать, продолжайте копать. Пока не почувствовали, продолжайте чувствовать, потому что тело у вас есть и вы его чувствуете обычно после нагрузок, когда идём в спортзал, после этого тело чувствуем. Поэтому оно есть, его можно прочувствовать даже без физической такой вот нагрузки, но чем больше будете заниматься спортом, тем легче вам будет отслеживать как раз внутреннее состояние. И вот в этом расслабленном спокойном состоянии отслеживаем. Может быть почувствуете зажатое горло, может быть почувствуете какой-то комок в груди, может быть в животе, может быть в ногах, может быть в руках. У каждого в своей части тела в первую очередь вы начнёте отслеживать. Главное никуда не спешить. Сел на 10 секунд, а нет, ничего не чувствую, всё, у меня всё в порядке. Не торопитесь, не спеша. 5 минут это я вам говорю, чтобы вам не казалось, что это много. Но чем дольше вы будете за собой наблюдать, тем ярче вы будете чувствовать своё физическое состояние. А уже если вы не знаете как его расшифровать, например, что горло это накопленные обиды, невысказанности и так дальше. Если вы не знаете там в груди у нас тоже агрессия копится, это злость, которая, то есть если вы это чувствуете, это есть. Если вы своим позитивным настроем, так сказать, говорите, что у меня всё в жизни классно, но при этом у меня зажатое горло, нет. Именно поэтому у вас идёт дисбаланс в какой-то своей сфере и возможно как раз во взаимоотношениях. Так что если ещё не нашли, продолжайте копать. Если нашли, что нужно с этим делать? Мы договаривались на прошлом эфире, что когда встретимся в этот раз, я вам расскажу, что же делать с тем, что вы раскопали. Вот когда вы это дело раскопали, ему нужно дать выход, но чаще всего как раз куда, где легче всего дать выход вот этому? Мы ходим на работу, на работе на нас не так как-то кто-то что-то сказал, так как там у нас идёт субординация, мы не можем ничего высказать, мы приносим это всё домой. И в первую очередь тогда кто у нас страдает? Как раз те люди, на которых мы себе позволяем, потому что границы у нас не установлены, этот не сказал, что на него кричать не надо, вы после работы пришли, там на вас накричали, вы взяли эту агрессию на своего близкого человека, выплеснули. Когда я училась в педколледже, у нас один преподаватель, я помню, говорил, когда там учительница заходит в класс, она должна оставить все если мы дома выплескивать не можем, на работе мы по каким-то своим субординационным причинам выплескивать не можем, мы его носим здесь, сеем всем вокруг и сами же потом от этого страдаем. Есть прекрасная практика, закрываетесь сами в комнате, выходите в лес, идете в бассейн, где угодно, но перед этим вам нужно пронаблюдать, что вы хотите сделать. Вот если вы пронаблюдали свое заложенное горло, почувствуйте, что вы хотите в этот момент сделать. Главное никуда не спешите. Вы находитесь в спокойствии, вы увидели свое накопленное тяжесть возможно какую-то в горле и при этом пронаблюдайте, что вы хотите сделать. Я вам не буду подсказывать, даже ни одного примера не расскажу, что возможно вам захочется сделать, но если вы захотите, давайте сделаем так, я не буду озвучивать в прямом эфире, потому что я не могу советовать, не знаю, какой у вас запрос. Напишите мне в личку или кто не стесняется, можно написать в комментариях, что вы в себе раскопали и задайте вопрос, что с этим делать. Я вам скажу, как вам с этим состоянием, как вам его наладить, гармонизировать и чтобы вы не сеяли это состояние во внешний мир, соответственно, а не получали его потом в обратную сторону. Друзья, как мы с вами и договаривались, до наших состояний мы дошли, семейные отношения я вам рекомендации также дала. Если у вас сейчас есть какие-то вопросы, вы их можете смело писать, кому повезло попасть в прямой эфир, в прямом эфире, кому немножко меньше повезло и вы увидели это видео в записи, вы можете как всегда писать смело свои комментарии, вопросы под этим видео, я на них как всегда с удовольствием отвечу и тогда уже кстати, если у вас есть пожелания по следующим эфирам в рубрике гармония духовного и материального, которую я сейчас завела, то можете также предлагать и в дальнейших моих эфирах я буду отвечать уже на как раз те вопросы, которые вы будете задавать. Я вам желаю, чтобы ваша семья действительно была вашей крепостью, а не полем боя, как у большинства, не буду говорить у большинства, как у многих людей, чтобы в семью вы всегда с удовольствием, чтобы вы домой возвращались всегда с удовольствием, чтобы ваши домочадцы также с удовольствием возвращались домой, чтобы вы друг друга радовали, ну и задайте себе вопрос, в какой дом вы бы с удовольствием возвращались, там, где вас поддерживают, там, где вас что бы ни случилось, вы всегда получаете поддержку, или там, где вас еще и подкритиковывают. Ну, я думаю, вопрос и ответ очевиден. Поэтому вспоминаем палец, куда он показывает, начните с себя. Давайте немножко более критики направим именно в свой адрес, да, что мы можем сделать лучше, ну, а наши близкие, они подтянутся, они наш эффект зеркала, что излучаем, то и получаем. Спасибо вам большое за внимание, за участие. Если видео и эфир для вас был полезен, ставьте лайк, пишите комментарии, либо любую другую эмоцию, которая вызвал у вас этот эфир. В любом случае, я вам благодарна. До встречи в следующем эфире «Гармония духовно-материального» через неделю. Ну, а вам желаю этого ежеминутно. Пока-пока, на связи с вами была Ольга Барабанова.